Пацаны, всем привет! С вами, как всегда, Антон. И для начала сразу прорекламирую свой Телеграм-канал, в котором мы выбираем бойцов, за которых я буду играть. Просто общаемся, задаем мне вопросы. Да и скоро, типа, могут заблокировать Ютуб, поэтому, если ты не хочешь потерять связь со мной, ссылочка в описании. Так, сегодня мы с вами поиграем за такого бойца, как Александр Волков. Пока что в этом сезоне я сыграл 45 игр, из них проиграл всего лишь 4. 4, серия побед где-то идет. Ну, 5 защит у меня написано. Даже не топ 100, но 2 200, это уже неплохо для стольких игр. Идем вперед, сейчас сыграем за Сашку. Его когда-то бустили, и не помню, потом его понижали или нет. Сейчас посмотрим параметры. Пацаны, также гайды в описании. Все, я с этим Телеграмом надоел, наверное, всем. Ссылочка на гайды, на лучшие гайды по ЮСИ-4 в описании. Не знаю, как это сейчас актуально или нет. Этот чел ливает, потому что я ливал с полутяжелого веса от него. Так, Санчеса нету в лучших бойцах. Вот, 4 звезды у него, кикбоксинг. На самом деле, я уже играл за него, и не самый удобный боец в этой игре. Хоть его вроде бы апали, если я не ошибаюсь. Но ему не хватает именно, как вам сказать, скорости рук. Они у него длинные. О, кстати, у него по выносливости есть перк. Они у него длинные. По сути, типа, имеют быструю скорость, да, на бумаге. Но он из-за того, что он огромный, прям огромный, понимаете, за него неудобно драться. Вот. Будем за этого бойца какие действия выполнять? Во-первых, мы будем бить типкики, хайкики, миддлкики. Попробуем, если соперник будет давать это делать. Так, 3-0 у нас с этим соперником. Но тяжело играть против кормье. Во-первых, на ближней дистанции кормье лучше, как боксер. У него хорошие статы стойки. Если будет сильно приближаться, буду хуярить коленями, не стесняться. Ну, потому что Саня реально высокий. Но давай ты не будешь депрессию включать, хорошо? Зато вот у меня ноги. Могу вот так вот делать, беспроблемно. Вот такая вот есть культяпка. Давайте фейковать. Но я должен был попадать. Ой-ой-ой, я неправильно сделал. Хорошо, оказываемся снизу. Всегда неприятно оказаться внизу. Под кормьюхой. Хорошо. Спокойно встали. Не чувствую никакого... Блин, не достаем. Хорошо. Взбиваем. Нам нужно чисто работать как... Ну, как кикбоксер. Посмотрите, он уже делает уклоны от моих прямых ударов. Поэтому чувак не глупый. Ну и нам выносливость не стоит тратить много. Хорошо. В корме, да, короткорукий. Блин, я же... А, ну пинг 180. Не должен был апперкот влетать. Я успел нажать блок. Блин, я же успел нажать блок. Сразу. Попались, попались, попались. Ну, очень такой... А-а-а... Вязкий соп. Надо, надо фейковать как-то его. Хорошо. Хай-кик. Фронт. Очень хорошее колено. Это был фронт в голову, ведущий ногой. Не надо наклоняться мне туда. Не торопимся. Хороший первый раунд от нас. Я не хочу ему делать тейкдаун. Это был тип кик. Хай-кик. Ебать, братуха. Вообще Саня не восстанавливается. Вы видите это? Блин, хорошо у меня, конечно. Ну, я очень сильно. Давайте, знаете, как в следующий раз сделаем? Мы дадим ему апперкот. Ой, а боковой корпус. И потом сделаем уклон. Возле сетки именно так сделаем. Да, против корме, конечно, тяжеловато в ближней дистанции. Не знаю, что он делает, но я таких комбинаций не видел никогда. Он уклонялся, кстати, в эту сторону с блоком. Как видите, я чисто работаю как кикер. Очень хорошо. Очень хорошо. Делает, делает степ и гляньте на него. На, сука. Хорошая разножка от нас. И вот она, пиркот. Ебать, батя в деле, блядь. Ты думаешь, я сказал своим ребятам про свой геймплан? Я просто тебя трахнул. Ха-ха-ха-ха. Вот она, понимаете? Вот он паттерн, да, поведения соперников. Когда вы думаете, что ваш СОП будет делать, и запоминаете это, вы будете выигрывать, пацаны. Вот я когда обучением занимаюсь с людей, я говорю, вы можете, да, сколько хотите задрачивать удары, еще что-то. Если вы не будете пытаться думать, что делает ваш соперников, соперников, да, соперник, вы никогда не будете выигрывать. Более опытных СОПов, которые с вами на уровне идут. Тяжеловато, пацаны, если честно. Если попадется какой-нибудь агрессор, который будет постоянно на тебя идти с хорошими ударами и так далее, будет тяжело, честно. Блин, кстати, если он возьмет Даррека Льюиса, будет необычно. Этот парень в полутяжело мне попался, но мне пришлось выйти, и он там брал разных бойцов, типа сидел, выбирал. То есть этот чувак, походу, не играет прям на очки. Ну или играет, но и играет на интересных бойцах, на разных. А может это стример, хер его знает. Типа вот он сейчас рассказывает вам, как и я бывает, рассказываю про бойцов. А может просто он, не знаю, руки греет, как я. Но это крайний поединок, потому что мне дальше нужно записать еще за этого. За Хукера. Я бы хотел, конечно, за Арнольда сыграть. Вот, но проголосовали за Волкова и Хукера. И выпущу, наверное, эти два ролика. Пацаны, блин, никто не посмотрел карьеру, наверное, из-за того, что качество было плохое. 360, там, часов 7. Я не знаю, почему я ролик выложил после того, как я 3 часа назад его залил. И качество было 360, я не заметил, а потом я не стал скрывать. Так, кулак он не дал. Сразу начинает с лоу-киков. Мы будем его раздергивать и работать голова-корпус, как и делали с предыдущим СОПом. Этот соперник еще и хорош. Этот соперник, он не имеет борцовских навыков. Ну, ноги ему нужно поотбить, потому что вот он что-то борзеет с ногами. Ебать, если ты сейчас умер, братух! Ну, прикиньте, если он сейчас умер, бэ. Чувак, я тоже могу ноги отбить. Поверь мне. Не достал. Не торопимся, не торопимся. Я играю вторым номером. Ну, типа, за Санчеса... Блядь, ну, достань, достань, достань! Этот чувак вообще на меня не хочет идти. Ну, у него боксер посильнее, чем мой. Хорошо? Так, начинаем его миддлкиками оприходовать. Вот такими. Прям в корпус. Пиздец вообще моему здоровью. Вообще не хочет корпус этот чувак защищать. Ну, блин. Блядь, сука, сосредоточься. Даун за пультом. Хуя у меня, блядь, болевых. Не вообще не получается первый раунд. Я, наверное, через клинч буду играть. Блядь, я не попал. Я ебанат. Надо было рычаг, ой, треугольник делал. Рычаг. Рычаг, рычаг. Надо было... Блядь, я ебанат. Все, я кончил. Пизду. Я рот ебал свой. Блядь, я бешусь в такие моменты. Я сыграл как Олов. Какая нахуй... Какая нахуй! Гильотина, Антон. Бери на рычаг локти. И у него эта полоска будет, блядь, как члену Дерека Льюиса постоянно. Понимаете? В лежачем положении, блядь. На стоячем она вообще за границу выйдет. А у него стоячка была бы, сто процентов. На, сука. Все, 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 все. Ебать. Что происходит? Он вообще не отпускает корпус. От слова совсем. Так, будем бить ему типкиками. Доставай! Береза, ты русская! Хорошо. Хорошо. Так, хорошо. Будем этой ногой бить ему в корпус. Бля, ну это шок вообще. Бля, ну это шок вообще. Я не делаю микро-клонов. Потому что ебало уже нету, Антон. Поэтому ты и не делаешь. Раньше надо было думать об этом. Да, блядь. Ебаная хуйня. Ебаная хуйня. Надо его темп сбить. Надо его темп сбить. Он просто, ну, я говорю, за Волкова очень неудобно подходить как боксер. Я его за... Блядь. Охуеть, какая у меня злость на этого уебка. Я не знаю почему. Я не говорю там, что он уебок в жизни. Я говорю, что его стиль, блядь, меня раздражает. Прекрасная камера, ебать. Давно мужских жоп не видел. Бля, у этого чувака все проходит. А я просто как истукан стою. Просто жуть вообще. Я вот иногда, ну, Понятное дело, что за любого боксера, у которого хорошие руки, я, по-моему, напихал бы джебов так, как он мне делает сейчас. И, ну, не нашел бы проблем. За Волкова хочется ногами работать. У меня просто стоит боец. Помолчу, блядь. Разношка. Нахуй. Идеальный тайминг. Надо тайминг ломать клинчем. А я этого не делаю. Вот, берешь. И ломаешь тайминг клинчем. На-а-а, по чердаку, по твоему темному, блядь. У меня локти есть, пацаны. Это хорошо. Ну, ноги не наносят уже урон. Потому что боец мой раненый. Хайкик, может быть. Так, поменяем лапу. 45 секунд remain in the round. И бать, нам еще драться с тобой два раунда, брат. У тебя стамины нет. Кайф. Кайф. Фух. Поехали. Нахуй я в эту стойку стал. Мне здесь ноги нету, блядь. Я очень много ошибок в этом бою делаю. Я играю чисто вот без этих джеб, джеб, как я люблю. Ну, мне нравится. Я хочу за Волкова сыграть как кикер. Ну, и не забывайте коленями бить, блядь. Так, ломаем, ломаем, ломаем. Это пиздец. Это очень мощные удары. И это я ошибку делаю, колоссальную. Пиздать тебя, братан. Блядь, я не смогу этого сделать. Ебать я лох, я просто конченый кретин, блядь. Блядь, я не ту кнопку нажал. Ой, я отвратительно играю. Отвратительный бой. Первый. Первый ранд я проиграл, второй проиграл, третий проиграл. Мне нужно как-то делать так, чтоб я выиграл этот бой досрочно. Коленями бить не хочу. Ну, типа, начнется пиздеж. Но, блядь, я говорю, Саня тяжелый боец в управлении. Я вот за душу. Малипий. соединён на bicинетах. Он взял калори в порную голову. Эти играет. О, шесть. Идём на беде с талантом. О, литро разное колори ворачу. О, литро разное оборачу. О, литро оборачу. И он взял калори в полу. И ещё садок с талантом. Очень памятная плата. Уже, смотри, смотри. Упицием ввер, смотри. Всё, смотри. Нахуй я нажал цепь Ебать оконченный Я оконченный Пацаны, не обращайте внимания Это сделано на угад Ебать оконченный Ебать оконченный Ебать оконченный Просто пизда Это разножка должна была быть Ебать оконченный Ебать оконченный Такими миддл киками Тип киками Чувак просто не подходит Нахуй Ставил колени Нахуй Сколько надо было Потому что чувак С упора стоит А у меня волков Просто Ну он кикбоксер За него неудобно Бить руками Возьмите этого персонажа И попробуйте поиграйте Я блять Четыре раунда Я его сушил Нахуй В конце концов Он такой устал В конце Ну я свою работу Выпал Короче Пиздец Вообще Посмотрите на его точность Блять Ну это просто шок Понимаете Он попадал 30% Ударов 30% Ну это капец Это мало И он устал Только в конце Пятого раунда Это Льюис Блять У которого нет стамина Просто Жесточайший бой Реально для меня Фух Блять Я реально Даже я перегрелся Пацаны Ладно Дальше я уже не пойду Вот Идет стрик побед Неплохой Тут я болячками Тоже выигрывал Охереть Я начал болячками выигрывать Это просто какой-то шок Блять Для меня Ладно Дальше пойду Сейчас за хукера записывать Ролик про Саню Водит сегодня Все Я блять Я просто перегрелся